Я вообще не рисовала для себя. И тут я совершила свою самую главную ошибку. Что рисовать, как рисовать, щитбук. Привет! Сегодня я расскажу про свой арт-блог, про то, как я с ним боролась, и поделюсь полезными советами, что же делать в такой ситуации. Меня зовут Марина Амар, и предыстория моего арт-блога такова. Моё нежелание абсолютно рисовать было связано с обучением в художественном вузе. Я знаю, что у многих такое бывает после художки, когда преподы своими неуместными, некорректными комментариями отбивают всё желание рисовать. Или постановки такие скучные, некрасивые, унылые, что после этого вообще даже не хочется кисть в руки брать или карандаш. Я вот когда училась в художке, я вообще не рисовала для себя. Ну, прям по минимуму. Но самое интересное, как только я закончила художку, у меня появилась полная свобода в творчестве, я стала рисовать очень часто. Я стала рисовать практически каждый день и совершенствовать свои навыки. С вузом всё было немножечко посложнее. Возможно, из-за моих завышенных ожиданий, так как я очень хотела поступить, я очень хотела научиться рисовать, и я действительно очень искренне и наивно надеялась, что меня научат. А по факту получилось, что мало того, что не научили, так ещё и отбили всякое желание этим заниматься. В общем-то, сразу после окончания я стала с этим чувством бороться. Я поняла, что если я сейчас пойду на поводу своего арт-блока, ничего с ним не сделаю, то он затянется, и я вообще никогда больше не буду рисовать. А рисовать я реально люблю. И тут я совершила свою самую главную ошибку. Я не дала себе времени на отдых. Я сразу стала себя заставлять, говорить, делай, делай, делай. А желания не было. И в тот момент я вообще не понимала, что рисовать, как рисовать, зачем я вообще это делаю. Поэтому, наверное, самое главное, если у вас наступил арт-блок, дайте себе время. Дайте себе время расслабиться, выдохнуть и отдохнуть. Не надо переступать через себя и насильно заставлять себя что-то делать. Из этого ничего не выйдет. Но при этом отдыхать тоже нужно с умом. Например, развивать насмотренность. Выделить себе время, когда вы сидите в Пинтересте, на Бихансе, где бы то ни было еще, в Инстаграме, в любой социальной сети, которая вас вдохновляет, где вы можете найти художников, где вы можете изучить их творчество, подчеркнуть какие-то фишечки. Пока только визуально. То есть, просто рассматривая и изучая их стиль. Многие еще меня спрашивают, как правильно искать на Пинтересте, типа, как ты нашла ту или иную картинку. На самом деле, тут все просто. Вы листаете ленту, сначала вбиваете какой-то запрос, что вас интересует, потом тыкаете на изображение, которое вам понравилось, и внизу будут высвечиваться похожие. Так вы все глубже и глубже погружаетесь в эту кротовую нору, и можно найти такие алмазы, просто величайшие шедевры, которые вдохновят вас на свои собственные свершения. Затем, после того, как я вдоволь насиделась на Пинтересте, я пошла закупаться материалами и оформлять вот ту самую доску, которую вы сейчас видите у меня на фоне. Материалы новые я закупала себе по принципу то, что я очень давно себе хотела, но не могла себе позволить. Я решила, что все, рано или поздно нужно все-таки исполнить свои мечты и купить те художественные принадлежности, на которые я давно положила глаз. Таким образом, у меня изначально был интерес к этим материалам, и покупка этих материалов только подогрела во мне это желание попробовать порисовать, сделать что-то самой. Ну и, конечно же, рабочее место как нельзя, кстати, способствует вашему классному результату. Если у вас все красивенько, развешено, прям идеально, что не нужно нигде копаться, не нужно ничего разбирать, вот сразу взял и пошел рисовать. Так работать, начать, по крайней мере, значительно проще. Также я завела себе щитбук. Это скетчбук, в котором можно малевать, черкать, делать страшные, некрасивые рисунки, вообще все, что угодно. Я это сделала, потому что я всегда обладала перфекционизмом во всем. И даже все мои скетчбуки, они не были по факту скетчбуками. То есть все постоянно мне говорили, ты неправильно называешь, это не скетчбук, это арт-бук, потому что у тебя там все красивенько, все так здорово, и все очень классно. Я помню, что когда я начинала тут рисовать, мне прям физически было сложно взять в руки карандаш, и как только я садилась за этот щитбук, мне в голове просто было перекати-поле, которое каталось туда-сюда, и я не понимала вообще, что я хочу. Собственно, из-за того, что я не знала, что мне рисовать, я решила поделать простые упражнения на цвет, на композицию, на форму. В этом мне помогла книга Дмитрия Горелшего «Простые рисования». Так вот она выглядит. Плюс я решила выбрать именно эту книгу, потому что у меня к Дмитрию Горелшего особое теплое чувство, так как он у нас преподавал в Строгановке, и это чуть ли не единственный препод, которому было не все равно на свой предмет и на нас. Я подумала, что ну все, значит, нужно его книгу брать и читать. На самом деле книг по рисованию много, и даже если вы не собираетесь прямо сейчас брать книгу как учебное пособие и рисовать по ней, просто скачайте или купите, полистайте, вдохновитесь, изучите. Это один из способов формировать у себя насмотренность, собственно, как и поиск новых художников в Пинтерест, о чем мы уже говорили. В общем-то, как итог, могу сказать, что после учебных заведений очень часто возникает арт-блог, нежелание рисовать, ну и вообще по разным причинам время от времени он возникает. И это нормально. В каждый такой этап важно переосмыслить свой подход к рисованию, понять, зачем вам это нужно и нужно ли вообще. Лично мне казалось немного неправильным и даже несправедливым по отношению к себе просто забыть о всех своих навыках, которые у меня уже за много лет появились, и начать заниматься чем-то другим. Поэтому вся моя деятельность так или иначе связана с рисованием. Это был мой подход к переосмыслению своего творчества. Я в любом случае советую вам заглянуть внутрь себя и понять, что вам-то от этого нужно, зачем вы этим занимаетесь. Дав ответы самому себе на эти вопросы, вам станет значительно проще бороться с арт-блогом. Если у вас еще есть какие-то дельные советы по тому, как победить арт-блог, пишите об этом в комментариях. И обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч! Всем пока!